Друзья, всем привет! Интернет-магазин Antelife.com.ua Lenovo A766 Меня зовут Александр Давайте разберемся, что же это за интересная модель Для кого она и стоит ли ее покупать Поставляется смартфон в коробке Вот в такой вот коробке Стандартная коробка, такая же как в Lenovo A850 В комплекте, собственно, интересного практически ничего нет Здесь документация Леновская Зарядка и USB кабель для подключения к компьютеру По поводу модели Модель бюджетная Стоимость примерно 135-140 долларов в наличии в Украине Модель четырехъядерная Имеет MTK6589 процессор Пятидюймовый бюджетный смартфон на две сим-карты с GPS Спереди закаленное стекло Не царапается, логотип Lenovo, динамик, датчик приближения, датчик освещения Сенсорные кнопочки, которые у нас не подсвечиваются Это меню домой-назад С этой грани нету ничего Сверху есть разъем под наушники, есть разъем microUSB И есть кнопка включения-выключения Очень классная кнопка, она не болтается, не стучит Очень удобно ее нажимать С этой грани есть у нас качелька громкости Вверх-вниз, плюс-минус Снизу микрофон Скорее всего, отверстие под шнурок Сзади у нас пластик На пластике остаются отпечатки пальцев Есть логотип Lenovo, есть 5-мегапиксельная камера Обращаю ваше внимание на то, что спереди фронтальной камеры нет И обращаю ваше внимание на то, что вспышки в этом смартфоне также нет Есть решеточка под динамики Под крышкой смартфон выглядит следующим образом Здесь две больших стандартных симки Здесь стандартный слот под microSD карточку Также есть аккумулятор на 2000 мАч Динамик имеет вот такой вот вид По сборке могу сказать, что смартфон хорошо собран Эта крышка, если ее внимательно и аккуратно надеть Защелкнуть со всех сторон То смартфон монолитный Нигде не скрипит Ничего здесь такого плохого нет За свои деньги смартфон собран хорошо В принципе, нареканий у меня здесь нет никаких Не трещит Итак, что же представляет из себя эта модель? Этот бюджетный китаец от компании Lenovo В Antutu эта модель набирает порядка 15-14-16 тысяч баллов Все потому, что здесь установлен 4-ядерный MTK6589 С реальной частотой работы процессора 1,2 ГГц Основным минусом этого смартфона является объем оперативной памяти Здесь всего лишь 512 оперативки и 4 ГГ встроенных У меня установлена карточка памяти на 16 ГГц Сразу говорю, что с этой прошивкой, которую мы устанавливаем Эта карта памяти работает так, как нужно То есть, можно установить большой кэш игры И приложения с Play Market через интернет, через Wi-Fi Сразу будут устанавливаться именно на карточку памяти Есть всего лишь одна камера Она задняя, она сзади, 5-мегапиксельная Графический ускоритель у нас PowerWare SGX 544MP И прошивка 4.2.1 Android У нас IPS-матрица, заявленная производителем Разрешение экрана 480 на 850 точек 162 грамма весит смартфон Не могу сказать, что он тоненький Довольно-таки большой смартфон Бюджетная большая модель Количество точек касания можно посмотреть через Antutu Tester Здесь всего 5 точек касаний И переходим к нашим датчикам, что есть у нас в смартфоне Это, во-первых Сверху GPS, Wi-Fi, Bluetooth Компас, датчик приближения, датчик освещения Вспышки нету, NFS нету, OTG нету, гироскопа нету Приходят с завода эти модели с английской прошивкой Там есть английский и китайский язык Мы ставим прошивку с Lenovo Forum Большого изобилия каких-то прошивок на эту модель нет Таким образом, есть в некоторых местах английские названия Но, в принципе, самое основное, все, что нам нужно Здесь все есть на русском языке Вот я вам это демонстрирую Версия прошивки сейчас также вам покажу Вот такая вот прошивка, на Lenovo Forum она есть По прошивке я не вижу никаких проблем В быстродействии, в работе, все летает На рабочих столах, вот единственное, немножко подлагивает перелистывание Трубка, все здесь также на русском языке Единственное, что вот есть Enter Number и тому подобное В контактах, смски, все это набирается Клавиатура русская есть, само собой Вообще никаких проблем в этом плане нет По поводу экрана 5-дюймовый экран, IPS-матрица 800 на 480 точек По поводу экрана, что могу сказать Экран, скорее всего, мне кажется, что действительно это IPS Уровень яркости у нас довольно-таки хорош Максимальный уровень яркости нормальный Продемонстрирую вам картинки, что он как Справляется с этими делами Цветопередача нормальная Но, естественно, эта матрица бюджетная Эта матрица не супер С сочностью картинок Углы обзора будут хорошие Но картинка вот В таком вот виде Немножко будет уходить в негатив На некоторых картинках это видно На некоторых нет Ну вот тут вот немножко видно Плюс по диагонали Экран нормальный, но в принципе бюджетный Бюджетный, видно, что это дешевый Дешевая матрица Что касается звука Что касается воспроизведения Фильмов Я запускаю Вот у меня есть Видео в формате 720p Запускается без проблем Через MxPlay Звук громкий и хороший Если мне нужно запустить какое-то более Видео с серьезным разрешением Я использую вот эту вот программку И тут уже я запускаю Видео в формате Full HD Со звуком нормально Не тучит, не глючит Можно пользоваться Что касается производительности смартфона Я делал Antutu тест Вы видели количество баллов Я делал также скриншоты В Epic Citadel С самым максимальным качеством графики Ультра-хай 33.3 FPS По поводу прошивки Я запускал Как всегда запускаю Самые современные игры Asphalt 8 San Andreas Modern Combat И тому подобное Из того, что у меня получилось запустить Ну не знаю, с чем это связано Скорее всего с прошивкой Потому что я видел Люди тестировали эту модель С заводской прошивкой С английской Там эти игры идут Единственное San Andreas не запускается Вот у нас На нашей прошивке Запускается Dead Trigger Запускается NFS Most Wanted GTA Vice City Тоже запускается То есть На этой прошивке В какие-то такие Самые последние игрушки Не получится играть Скорее всего Она больше использует оперативки Ему просто не хватает Смотрим, как запускаются игры ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В целом в игрушки играть можно Производительности здесь хватает Нормальный четырехъядерный процессор При этом экранчик у нас Не слишком требовательный Всего лишь 800 на 480 Поэтому Запас мощности Запас производительности У этого смартфона Однозначно имеется Что касается GPS Я, как всегда, это все тестирую GPS ловит нормально Делал я скриншот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И предлагаю вам посмотреть GPS-тест и Navitel Все ловит без интернета Все без проблем Также я много всего слышал в интернете По поводу того, что минусом этой модели Является аккумулятор Я с этим, если честно, не согласен Аккумулятор здесь на 2000 мАч 514 баллов у меня показал Антуту Тестер Далее я тестировал эту модель Как всегда В режиме фильмов, игр 2.07, 100% И Чуть более трех часов Смартфон у меня продержался В режиме игры Это классный показатель Реально И также я тестировал эту модель В режиме фильма 2.04 И 5% 7.40 Более 5 часов в режиме фильма Всем обзорщикам передаю привет Кто говорил, что минусом является аккумулятор Да ничего подобного Нормальный здесь аккумулятор Он хорошо, нормально с этой прошивкой работает И аккумулятор даже можно выдвинуть в достоинство Что касается камеры Камера здесь 5 мегапиксельная Она одна единственная Никаких фронтальных камер здесь нет Что я могу сказать По настройкам она действительно 5 мегапикселей Видео записывает в формате HD 720p Как для камеры такого смартфона Как для камеры такой цены В таком смартфоне То есть Бюджетный смартфон Сразу говорю Я считаю, что камера отличная Я вам скину эти фотки Посмотрите Видео записывает в формате HD То есть Вот я фотографировал газету Текст Все читаемо Абсолютно четкости хватает Нормальная камера Видео снимает в формате HD Тоже сниму Тоже увидите Рядышком где-то в обзоре Что ж Я готов подводить итог Смотрите, что у нас получается Lenovo A766 Это бюджетный вариант Для людей, которым нужен большой смартфон Это 5-дюймовая модель С IPS-матрицей С хорошим аккумулятором С рабочим GPS В принципе, к минусам можно отнести То, что здесь мало оперативной памяти Ее здесь всего лишь 512 мегабайт Также к минусам можно отнести то Что большого изобилия прошивок К этому смартфону просто на форумах нет Есть одна более-менее нормальная прошивка Вот она сейчас у нас установлена В принципе, модель за свои деньги Заслуживает внимания Примерно в такой же ценовой категории Можно купить Lenovo A760 Но это смартфон немножко другого уровня Там другой процессор Там процессор Qualcomm Он меньше по размеру Он 4,5 То есть, 5-дюймовых моделей Вот, я считаю, это один из самых оптимальных вариантов Я не говорю, что это супер-пупер-мега смартфон С супер-крутыми характеристиками Нет, это бюджетная модель Большого размера С рабочим GPS С нормальной, адекватной камерой С рабочим автофокусом Все, на этом все Спасибо за внимание Всего доброго вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok